Итак, очередной вопрос, который вы должны задать сами себе, это если я решу нанимать исполнителя, то есть если я решу к себе брать в штат кого-то, как я это буду делать? И здесь очень много подводных камней. Почему? Первое. Во-первых, у вас с исполнителем должно быть все прописано от А до Я. Во-вторых, очень желательно, чтобы ваш исполнитель был как-то оформлен, чтобы ваши с ним трудовые отношения были оформлены договором. Если вы ИП, отлично, то есть вы можете с ним заключить договор, как с человеком, то есть может быть он самозанятый, может быть это фриланс, то есть вы для себя сразу проговорите, каким образом ваши трудовые отношения будут. Второй момент, чтобы я вам рекомендовал, это обезопасите себя. Очень часто люди нанимают людей, они делают им канал и потом эти люди расходятся и оказывается через два-три-пять лет, что канал оформлен не на автора, а на мальчика, который когда-то делал работу и сейчас найти его нельзя или же мальчик хочет очень много денег для того, чтобы канал переоформить на истинного владельца. И имеет на это право, потому что как бы тот, кто зарегистрировал, тот и победил. Опять же, проговорите для себя какие-то нюансы, что вашему исполнителю не обязательно знать всю вашу подноготную. Почему? Потому что пока вы с ним на короткой ноге, пока вы дружите, это ваш лучший друг, ваш лучший сотрудник, соратник. Но только вы разойдетесь, очень часто такое было у меня, вам начнут писать письма с угрозами о том, что вас дадут в налоговой, о том, что вас там напишут, вам там негативные отзывы, о том, что заблокируют ваши группы, потому что вы дурачок, либо дурочка, не забрали логин и доступ к этим самым группам, да. То есть или там покажут как бы всю вашу подноготную, не открывайтесь сразу незнакомым людям. То есть давайте им только то, что необходимо знать. И опять же, если у вас бизнес-процесс, потому что еще одна ошибка, вы начинаете обучать под себя сотрудника и очень часто, если он уходит, вы ручки опускаете, потому что понимаете, что обучать нового сотрудника, это опять пройти все круги ада. А если вы сделаете один обучающий центр для людей, что им надо делать, как правильно работу сдавать, что является результатом работы, что будет если, что делать, если у них возникают вопросы по этой работе. Если вы это делать систематизируете, покажете какой-то карте в обучающем курсе, то вы четко поймете и проработаете договор с сотрудником, в котором четко описаны его функциональные обязанности, что за что он получает, как он работу сдает, какая работа считается выполненной, а какая нет и почему. Пропишите там четко его обязанности, пропишите там четко его функционал и распишите, каким образом вы будете с ним рассчитываться. Лучше всего это делать официально, ну хотя бы через расписки, чтобы человек четко понимал, что он работает на вас и что он у вас денежку получает. Лучше, еще лучше, да, через договор, это вообще. То есть нет, запомните одно правило, если вы с кем-то работаете, то без договора нет разговора. Вы сейчас говорите то, что выгодно вам, а он очень часто, ваш исполнитель, ну там или она, слышит то, что выгодно ему. И если это не зафиксировано на бумаге, то каждый слышит то, что он хочет. А мы знаем классовое неравенство. Работодатель хочет получить максимальное количество работы за минимальное количество денег, а работник прямо противоположно. Он хочет сделать минимальное количество работы за максимальное количество денег. То есть у вас с вашим наемным сотрудником совершенно полярные желания, абсолютно полярные желания. И поймите, вот я на опыте говорю, ваши наемные сотрудники, ну пока никак не заинтересованы в успехе вашей идеи. Потому что пока у вас не сформирована миссия, пока у вас нет бренда, пока у вас нет входящего потока, у вас нет ничего. А если нет ничего, то за это ничего и голосовать никто не будет. Поэтому, проговорите для себя, как вы будете оформлять отношения ваши трудовые с вашим наемным сотрудником, как вы пропишите на бумаге его функциональные обязанности и как вы будете с ним расплачиваться.